Всем привет! Мы на несколько месяцев отстаем от графика, поэтому не удивляйтесь, что летом мы подводим итоги зимнего аукциона. На очереди февральский bringo trailer и давайте сразу переходить к делу. На десятой строчке Aston Martin V8 серии с 3 1976 года. В попытке заменить DB6 Aston Martin спроектировал более крупный современный гран-туризм, который станет мейнстримовой моделью марки на ближайшие два десятилетия. Aston Martin V8, который изначально назывался DBS V8, также делился на 5 серий. Перед нами серия номер 3, выпускавшаяся с 1973 по 1978 год. За это время было собрано всего 967 машин. Автомобиль оснащен мотором V8 с четырьмя карбюраторами Weber объемом 5,3 литра и заявленной мощностью 310 лошадиных сил. Но поскольку это машина американской спецификации, мощность составляет 240 лошадиных сил, что тоже весьма неплохо. К мотору пристыкован трехступенчатый автомат Chrysler Torque Flight. Несколько лет назад в журналистской среде был популярен мем о том, как Ford, уже на тот момент расставшийся с Aston Martin, продолжал копировать его дизайн, в частности в модели Mondeo. Посмотрите внимательнее на этот V8. Разве в нем не улавливаются очертания Mustang? На самом деле на машину повлияла школа дизайна так называемой бутылки Coca-Cola. И сходство с Mustang или Camaro чисто случайно. Это было модно в конце 60-х годов. Многие автомобили, например Fiat Dino, были оформлены именно так. Один из комментаторов, владевших таким V8, вспомнил случай, как к нему однажды подъехал Redneck на потрепанном пикапе и поинтересовался, почему это у машины его собеседника перед от Mustang, а зад от Camaro. Парню пришлось выдумать на ходу, что он сварил части этих двух культовых моделей воедино. Старичок весь светился от счастья. Так что для тех, кто любит все британское и вырос в эпоху маслкаров, этот Aston удовлетворит обе потребности. И еще одна аналогия с Mustang, уж простите. Помните, что V8 это полностью собранный вручную автомобиль от компании, которая изо всех сил пыталась выпускать пару сотен автомобилей в год. За это же время Mustang всходила с конвейера пара сотен тысяч. На сборку такого Aston уходило 1200 часов, а на сборку Mustang сколько минут? Этим я хочу сказать, что перед нами серьезно недооцененный автомобиль. Цена на него составила 151 тысячу долларов. 9 место достается Chrysler Town & Country 1948 года. Эпоха автомобилей в стиле Вуди давно прошла. Машины с деревянными боковинами продержались несколько десятилетий, а затем логично уступили место более безопасным цельным металлическим. Тем не менее, в период своего расцвета это увлечение захватило весь американский автопром. Универсалы с деревянными панелями скатывались с конвейера в приличных масштабах. Людям нравилось стильное сочетание металла и дерева. Многие бренды оперативно присоединились к веселью. Бизнес был настолько процветающим, что некоторые автомобильные гиганты даже обзаводились своими собственными лесополосами. Данный экземпляр в 2002 году был выкуплен из автомобильного музея Сент-Луиса и впоследствии модифицирован калифорнийской компанией Hot Rods & Hobbys. Да, это рестомод. И какой рестомод? Под капотом прячется V8 Hemi объемом 5,7 литра, сопряженный с пятиступенчатым автоматом. Стоит также упомянуть переднюю независимую подвеску, дисковые тормоза Willowd и кастомную выхлопную систему. Деревянный каркас из ясеня, интегрированы панели из шпона красного дерева. Инспекция на отсутствие термитов проведена. Модель Town & Country нам известна в основном по минивенам, но если копнуть глубже в историю, то оказывается, что с 1940 по 1988 год, с перерывом на Вторую мировую войну, Chrysler породил 8 поколений универсалов и в меньшей степени седанов, купе и кабриолетов. Наш экземпляр – прекрасный образец первого послевоенного поколения, в котором прослеживается безграничный оптимизм, любовь и мастерство. Это довольно редкий автомобиль, поэтому многие комментаторы расстроились, что из машины сделали рестомод, а не сохранили в оригинале. Но эти споры будут идти вечно. Машину оценили в 201 тысячу долларов. На восьмом месте Shelby Mustang GT500KR Convertible 1968 года. Перед вами один из 518 кабриолетов, выпущенных за этот модельный год. Он имел стандартную дугу безопасности и отличался от обычного мустанга капотом из стекловолокна с функциональным воздухозаборником, установленными на передние крышки противодуманными фарами Lucas, боковыми воздухозаборниками, спойлером на крышке багажника и задними фонарями от Thunderbird с эквентальными поворотниками. Для автоэнтузиастов клеймо Shelby ассоциируется с гоночным имиджем. Исходя из этого, можно сказать, что настоящими хардкорными характеристиками обладали лишь Shelby 1965 и 1966 годов. Как только начали добавляться кондиционеры и прочие функции комфорта, многих это оттолкнуло. Так-то оно так, но не будем забывать, что под капотом этой машины 1968 года прячется Cobra Jet, самый значимый двигатель Ford конца 60-х. Этот мотор объемом 7 литров состыкованный с трехступечным автоматом C6 официально выдавал 335 л.с. и 597 ньютон-метров крутящего момента. Считалось, что мощность была занижена. Позже было обнаружено, что ближе к правде 435 л.с. То ли Ford поскромничал, то ли опечатался. Недаром к названию модели добавлены инициалы KR – King of the Road – Король дороги. Последние 32 года машина находилась в одной семье и за это время проехала около 4000 миль или примерно 6400 км. То есть в среднем по 200 км в год. Если бы мне досталась такая машина, я бы проехал эти 200 км за первый день. Счетчик торгов остановился на отметке 211 428 долларов. Следующий Jaguar XKE Series 1 4.2 Roadster 1965 года. В обзоре декабрьского Bringo Trailer у нас было закрытое купе. Ну а теперь пришла пора Roadster. Это машина с американскими спецификациями и первый владелец лично приехал в Великобританию, чтобы перевезти ее через океан. Более 12 лет назад Jaguar был выкрашен в один из оттенков культового British Racing Green. На примере этого автомобиля легко прослеживается одна важная рекомендация, покупайте машину у первого владельца после реставрации. Пусть он оплатит огромные затраты на саму реставрацию, переживет томительные ожидания и вечное отставание от графика, устанет, продержит пару лет, проездит пару тысяч километров, обнаружит и устранит ошибки реставрации и, наконец, продаст машину вам с большим дисконтом. Ну а когда вы окунетесь во все сопутствующие продажи материалы, как то фотодокументация реставрации и сервисные ордеры, вы будете знать об этой машине больше, чем кто-либо другой. Относительно ростера Jaguar XK E1 серии с мотором 4.2 эксперты Хагерти дают следующие расклады. Состояние конкурсов 345 тысяч долларов, отличное состояние 247 тысяч долларов и просто хорошее состояние 117 тысяч долларов. Данный экземпляр продался за 220 тысяч долларов. У нового владельца уже есть в коллекции Jaguar XK 120 и XK 140. Он не ездит на них на конкурсы элегантности и довольствуется местными благотворительными выставками. Он пообещал хорошо заботиться о своем новом приобретении. На шестом месте расположился Maserati Bora 1974 года. Это был первый Maserati с полностью независимой подвеской и первый Maserati с центральным расположением двигателя. Таким образом, Bora положил конец репутации Maserati как производителя быстрых, но технологически устаревших автомобилей. Двухместный спорткар оснащен мотором V8 объемом 4,9 литра и мощностью 330 лошадиных сил, спаренным с 5-ступенчатой механикой ZF. В отличие от своих конкурентов, в Bora использовалось двойное изоляционное остекление, отделяющее салон от моторного отсека, а также стекловолоконная крышка двигателя с ковровым покрытием, что значительно уменьшало шум и вибрации и увеличивало комфорт. Дизайн принадлежит Giorgetto Giugiaro. Я искренне надеюсь, что нынешние студенты школы искусств и дизайна хотя бы изредка смотрят на такие автомобили, как этот Maserati Bora. Они наверняка могли бы научиться, как правильно рисовать машину и поняли бы, какие формы продолжают учащать сердцебиение полвека спустя. Взгляните хотя бы на сидения. Это самые крутые сидения в автомобильном мире. Они выглядят как шезлонги и невероятно удобны. Сидение водителя не двигается вперед и назад, как в обычном автомобиле. Вместо этого вы можете перемещать педали внутрь и наружу с помощью гидравлики. А сидение двигается только в вертикальной плоскости также с помощью гидравлики. Вообще здесь очень сложная гидравлическая система, которая оперирует даже с плывающими фарами. Это неудивительно, ведь Bora появился на свет, когда материнской компанией Maserati был Citroen. За машину выручили 245 тысяч долларов. Это неплохая цена, но гораздо ниже цен на Lamborghini и Ferrari. Хотя Maserati настолько же хороши, как аналогичные Ferrari и Lambo, а то и лучше. Возможно, они не такие кричащие, возможно, им не хватает 4 цилиндров. А возможно, как это ни парадоксально, из-за их редкости. Таких Bora было выпущено всего 275. Если бы больше владельцев Maserati делились своими автомобилями со своими друзьями-владельцами Ferrari, Porsche и так далее, это помогло бы их обучить. Как говорят сами итальянцы, на Ferrari ездят Playboy, а на Maserati джентльмены. Сейчас многие крупные города кишат крусоверами Maserati, но вряд ли кто-то из них узнал бы Бору, если бы проехал мимо. Кстати, новоиспеченный владелец открывает собственный музей спорткаров, и этот великолепный Бора займет там свое место. Далее AC 16-80 Sloping Tail Competition Sports 1937 года. Этот AC является одним из 42 двухместных Competition Sports и один из всего 14 экземпляров, построенных с наклонной задней частью кузова. Шасси L631 было заказано мисс Клэр Мэри Хоуп Эдвардс, будущая леди Мор из Бишопс Кассел. В своих письмах она отмечала, что однажды разогналась до 160 км в час по пескам Северного Уэльса. Там также описывается маскот на радиаторе в виде летучей форели, которую леди Мор сохранила после продажи машины. Теперь на его месте красуется стандартная Борзая. Можно ли считать Бринго Трейлер подходящей площадкой для размещения такой редкой жемчужины? Безусловно, ведь в мире нет другой веб-платформы, где можно представить автомобиль так, как это делают здесь. И это именно то, чего эта машина заслуживает. Есть много автомобилей, о которых нужно рассказать и показать широкой публике, и этот не исключение. Кроме того, мало где еще собирается столько увлеченных эрудированных автомобилистов со всех уголков земного шара, готовых заполнить любые пробелы своими энциклопедическими знаниями. Когда нынешний владелец пришел в компанию, занимающуюся подбором и обслуживанием культурно-исторических автомобилей, его заявка звучала так «Хочу довоенную машину». Но это подразумевает слишком широкий список, который нужно было сузить. Это должен быть британец? Или итальянец? Может быть немец? Британец. И он должен был быть пропорциональным, не слишком большим и не слишком маленьким. Новаторства хватало во многих довоенных автомобилях, но нанятые эксперты особенно выделяли AC с его блестящим двухлитровым рядным шестицилиндровым цельнолитым двигателем с тремя карбюраторами SU и красивым звуком. Вся энергия передавалась на задние колеса посредством четырехступенчатой механической коробки MOS с синхронизаторами на трех высших передачах. В имени 16-80 вшита информация о налоговой мощности и фактической мощности. Вся модельная линейка AC начинала с 16, а полная мощность зависела от степени сжатия двигателя. Модель 16-80 была топ-моделью, но уступала лишь нескольким еще более редким автомобилям 16-90. В них использовался нагнетатель Arnot, и их было выпущено всего 5 штук. Сейчас за счет кованых поршней и шатунов и современного коленвала мощность, как показал динамометрический стенд, чуть поднялась с исходных 80 до примерно 110 лошадиных сил при двухстах ньютон-метрах крутящего момента. AC 16-80 один из самых красивых британских довоенных автомобилей, несмотря на прозвище блоха. На первый взгляд он выглядит как MGTC или Morgan Plus 4, но при ближайшем изучении деталей становится ясно, что это что-то очень уникальное, редкое и ценное. Цена составила 245 555 долларов. На четвертом месте Mercedes 190 SL 1961 года. Автомобиль был продан новым в Нью-Йорке, реставрация была завершена в Германии в прошлом году. В декабрьском обзоре Bringo trailer у нас уже был 190 SL, причем в таком же цвете серый антрацит и с коньячным салоном. Об успешности этой цветовой комбинации говорит и то, что наш сегодняшний экземпляр изначально был белым с красным салоном. Многие ругают 190 SL за недостаток мощности, подчеркивая, что 104-сильный родстер едва может одолеть серьезный холм, но на самом деле машины, дошедшие до наших дней в бодром состоянии, весьма способны. Просто сравните его характеристики с другими 4-цилиндровыми спорткарами той эпохи, и вы поймете, что 190 SL достойны уважения. Что касается реставрации, то она была проведена на высочайшем уровне, и инвестиций в нее было влито немало. Один только багажный набор стоит около 15 тысяч долларов. За этот Мерседес удалось выручить 256 555 долларов, и ему не хватило буквально 15 тысяч долларов, чтобы поставить рекорд Бринго Трейлер для этой модели. Правильная машина для правильной коллекции. Бринго Трейлер является очень точным барометром для автомобильного рынка, поскольку аукционы проводятся ежедневно, а не ежеквартально. Вы легко видите приливы и отливы, и ловите каждое движение глобальной экономики. На третьей строчке Chevrolet Corvette сплит Windows Coupe 1963 года. Если помните, в декабрьском рейтинге Бринго Трейлер был похожий белый корвет, продавшийся за 316 тысяч долларов. Так вот, этот серебристый экземпляр от того же продавца, и они действительно очень похожи. Разве что в белом с мотором LS3 был спарен автомат, а здесь с мотором LSA шестиступенчатая механика 3MEC TR6060. Итак, перед вами желанный корвет второго поколения с разделенным задним стеклом, оснащенный наддувным V8 объемом 6,2 литра, ориентировочной мощностью 600 л.с. Он построен в мастерской Harbour Vet в Пенсильвании для очень особенного клиента. Это очень серьезный рестомод, и если вы откроете словарь Даля на ослове совершенства, рядом будет красоваться фотография этой машины. А сам аукцион, точнее его последние две минуты напоминали кормление акул, или в данном контексте лучше сказать скатов мант. Знаете, когда кровь попадает в воду, хищники начинают сильно суетиться. Чтобы подогреть публику, продавец выторговывал более высокие ставки за бонусы. Выглядело это следующим образом. Кто даст 285 тысяч, тому бесплатная коррекция краски и нанесение керамического покрытия. За 300 тысяч обработка кожаного салона. 310 тысяч и бесплатная доставка в любую точку США. За 315 тысяч абсолютно новый автомобильный чехол. 325 тысяч и набор ножей катка и полный бак горючего. Слава богу, на 330 тысячах торги остановились, а иначе дело бы дошло до маникюра и педикюра. А вообще, рестомоды Corvette, например, на аукционах Барретт Джексон достигают и 400 тысяч и 500 тысяч долларов. Хотя там это связано скорее с бесплатным алкоголем для всех участников. Серебряная медаль достается в Феррари 512 Ти-Ар 1992 года. 512 Ти-Ар это первая из двух модификаций легендарной Теста Росса, которая пришла ей на смену в 1991 году. Спереди от Теста Росса ее можно отличить по бамперу, а в профиль по колесным дискам. Собственно, Теста Росса, более редкая 512 Ти-Ар, выпущенная в количестве 2261 штуки и еще более редкая F512 М с тиражом 501 единица, в совокупности дает почти 10 тысяч автомобилей, что сделало это семейство в то время одной из самых массовых моделей Феррари. Эволюция Теста Росса это путь к идеальному распределению веса. Если изначальная модель имела соотношение 40 к 60, то 512 Ти-Ар уже 41 к 59, а финальная F512 М, которая сможет попадать в наши рейтинги лишь через два года и вовсе 42 к 58. И здесь не нужно иронизировать, за этими, казалось бы, ничтожными отгрызаниями процентов на самом деле стоит грандиозная инженерная работа. Автомобиль оснащен опозитным 12-цилиндровым мотором объемом 4,9 литра и мощностью 422 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой механикой. На изготовление этой машины ушло 10 дней. Сейчас на одометре 5700 км и это большое счастье, так как обычно на этих моделях все-таки активно ездят. Этот 512 Ти-Ар совершенно не тронут и не имеет никаких модификаций. Официально у него лишь один владелец, были и несколько других, но они не регистрировали автомобиль на свое имя. Удивительно, как за последние пять лет цена на Феррари 90-х годов подскочила втрое. Победитель торгов заплатил за этот суперкар 333 тысячи долларов. Третий месяц подряд на Бринго-трейлер среди машин старше 30 лет Феррари не может добиться вершины хит-парада. Его обгонял BMW, Lamborghini и вот теперь очередь Porsche. Встречайте победителя, 911 Carrera 2 Coupe 1990 года, переосмысленный мастерами Singer. Porsche 911 икона в мире спорткаров и очевидный выбор разборчивых автоэнтузиастов. Он быстрый, он красивый, да и вообще лучший повседневный вариант на рынке. Многие мастерские тюнингуют Porsche, поскольку есть целый ряд запчастей, которые не могут быть использованы в массовом производстве, но могут выжать максимум из платформы очередного Porsche, покинувшего завод. Калифорнийский Singer построит вам совершенно новую машину, не оставив в процессе нетронутым ничего. Эти ребята не нуждаются в представлении, а их мастерская популярна как кондитерская фабрика. Что говорить о Singer и его чистейших автопорнографических произведениях, если все уже давно было сказано? Singer Vical Design из Лос-Аншелеса была основана в 2009 году бывшим фронтменом английской рок-группы Кэтрин Уилл Робом Диккенсоном и с тех пор специализируется на доработке 911-х серии 964. Своим названием компания отдает дань уважения известному инженеру Porsche Норберту Зингеру, а также карьере Диккенсона в качестве вокалиста. Данный автомобиль по прозвищу Pike's Peak Commission строился в течение трех лет на базе донора 1990 года. Он приводится в движение безнадувным оппозитным 6-цилиндром двигателем с воздушным охлаждением, который был доведен мастерами Ed Pink Racing Engines до объема 4 литра и мощности 390 лошадиных сил. Кузов изготовлен из углеволокна. Салон, в который стыдно садится в обуви, отделан кожей Antique Tent со вставками из замши и латунными люферсами на поверхностях карбоновых спортивных сидений. Топливозаправочная горловина находится по центру передней крышки, что объясняет, почему на Сингер такие маленькие пробеги. Владельцы редко заправляются, потому что просто не дотягиваются до горловины или боятся повредить передние крылья, облокотившись на них. Маслозаливная горловина тоже внешняя, и хорошо, что каждая из них подписана. Перепутать их содержимое было бы трагикомедией. Что касается цены, то за первые 5 минут она достигла четверти миллиона, а за первые 9 часов 800 тысяч. Итог, 1 миллион 75 тысяч долларов. За 13 лет существования компания выпустила порядка 450 машин. Но заказы на модификацию 964 больше не принимаются. Как только Сингер в 2024 году закончит с последними экземплярами, он перейдет на другой проект. Последние образцы стоили около 700 тысяч долларов, но если вы не в очереди, готовьтесь платить миллион плюс за поддержанный. Есть два типа покупателей, те, кто любит тратить деньги, чтобы сэкономить время, и те, кто любит тратить время, чтобы сэкономить деньги. Именно так это и работает. Лучшее вложение, чем изобразительное искусство. Погодите, ведь это и есть изобразительное искусство. Парни и Сингер это отваженный, хорошо смазанный механизм, который выпустил несколько сотен изысканных автомобилей сверх высокого качества, не жалея денег на исследования и разработки. Любой, кто попытается воссоздать Сингер, в конечном итоге будет выглядеть жалко. Между прочим, февраль выдался очень благоприятным месяцем для Порше. Если бы у нас не было правила максимум одного представителя от марки в десятке, то половина мест осталось бы за ними. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро на рейтинге топ-5 самых интересных машин за тот же период. Пока!